Из-за того, что местный закон не сходится с федеральным, ни один частный детский садик в Севастополе не может получить лицензии. И последствия. Родители остаются без субсидий и каждый месяц выкладывают полную стоимость. А это порядка 15 тысяч рублей. Хотя государством предусмотрена выплата такого немаловажного пособия, как компенсация за посещение частных садов. Эта материальная помощь полагается родителям, которым из-за очередей не удалось устроить свое чадо в государственное учреждение. Наш руководитель, Кудинский Александр Владимирович, обратился к севастопольскому депутату Щербаковой Татьяне Михайловне, где указал на несоответствие, на противоречие двух законов. Татьяна Михайловна изучила этот закон и пообещала внести изменения еще до принятия этого закона. Но по факту изменения не были внесены, поэтому Александр Владимирович обратился уже второй раз, когда закон этот приняли. Татьяна Михайловна опять же пообещала до конца 2015 года этот закон изменить, внести поправки. Но, как вы видите, уже 2016 год, а закон в том же состоянии, как он и был. Не найдя понимания у народных избранников, руководство частных садов решило обратиться к губернатору и попросить внести изменения в местный закон. Мы сейчас хотим обратиться к губернатору нашего города, чтобы он разобрался, кто все-таки в законодательном собрании так исковеркал закон об образовании. Просьбу об изменении законодательства за подписью 200 родителей сегодня передали губернатору Севастополя. Мы собрали 200 подписей родителей с просьбой изменить этот закон. Я рассмотрю изменения к закону и мы внесем изменения с точки зрения, если он не противоречит федеральному закону. Нет, мы все здесь описали. Хорошо, я тогда постараюсь это сделать в крыльчайший срок и изменения внесем. У меня есть соответствующее видение этого процесса. Я обратился в минуту науки по этому вопросу и понимание, какие необходимо внести изменения есть. Поэтому и в ближайшее время, я думаю, внесем. Этих поправок в закон об образовании ждут и родители, и владельцы частных садов. Первые надеются сократить ежемесячную плату, вторые хотят получить поддержку властей на развитие социального бизнеса. Анна Малышко, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!